Друзья, добрый вечер. Я всех приветствую в эфире сразу двух YouTube-каналов. Я приветствую всех, кто нас включил в эфире Фегин Лайф. И, конечно, приветствую всех, кто нас включил и смотрит в эфире Курбанова Лайф. Спасибо большое, что вы вместе с нами. Раньше время просто быстро бежало, и события неслись молниеносно, а сейчас они сыпятся на голову еще быстрее, особенно учитывая смену элиты в Соединенных Штатах Америки. И, конечно же, все это невероятно и волнующе, потому что мы здесь в Украине переживаем. Ну и нужно во всем этом разбираться. И, как всегда, мы это будем делать в компании Марка Фегина. Марк, добрый вечер. Добрый вечер, Алена. Рад приветствовать всех зрителей канала Фегин Лайф и канала Курбанова Лайф. Ну и прежде чем мы начнем, друзья, помните, что, конечно же, для нас очень важна и нужна ваша поддержка, ваше участие, соучастие в наших эфирах. Не забывайте оставлять свой лайк, не забывайте подписываться на YouTube-канал Фегин Лайф и YouTube-канал Курбанова Лайф. И все ваши комментарии, конечно же, ваше мнение, ваши оценки, это всегда все приветствуется. Кому бы в том смысле, конечно, исключительно американской политики вы не симпатизировали, из-за чего бы не переживали, в любом случае, ваша точка зрения для нас очень важна. В прошлый раз, Марк, я вас спрашивала о том, насколько принципиально и важно, кто первый добежит до тела Трампа. Все, этот вопрос снимается, он уже не актуален, точнее, на него даже появился ответ. Вы знаете, что Washington Post и не только и Reuters пишут о том, что Трамп и Путин уже поговорили в четверг, еще 7 ноября, то есть 4 дня назад, при том, что Трамп звонил, да, то есть администрация новоизбранного президента, а не Путин. Но что важно и что интересно, помимо того, что там, ну, как передается, как будто бы Трамп сказал, вовне эскалируй, давай, значит, там как-то все заканчивать. Кремль сегодня, когда об этом стало известно, в лице Дмитрия Пескова, мамой клянется, папой клянется, Путин им клянется, что этого телефонного звонка не было. Кому мы доверяем? Конечно, Washington Post. Конечно, американским СМИ точно не Пескову. Но понимаете ли вы, а почему им так важно сказать, что нет, этого разговора не было никогда? Ну, во-первых, началась игра. Вот. Но она не прекращалась, но теперь это игра с Трампом. Игра с американской администрацией в его лице, игра с Суксванглом, в который Кремль все-таки пытаются загнать. Да, потому что это кто первый мигнет. Потому что, ну, понятно, что разговор, скорее всего, был. Washington Post, Reuters и так далее не напишут об этом просто так. Вопрос, откуда пошла информация, либо ее сливают с самого окружения Трампа, сознательно, так сказать, показывая, что ничего такого, мы уже начали эту работу по обещаниям Трампа еще до инаугурации, значит, урегулировать вопрос с прекращением огня. А может быть, это спецслужбы уже, которые пока еще, значит, контролируются нынешней администрацией, ну, просто дают информацию, ничего преступного в этом нет. Дают ее, не с неназванным источником, но это, возможно, там, лица из Белого дома, но скорее связано со спецслужбами американскими, которые дают информацию, что Трамп поговорил, тем более наверняка разговор прослушивался, там, сам Трамп его дает прослушать, это не так, что вот захотел и поговорил с Путиным. Нет, это все согласовано, безусловно. Другой вопрос, что можно об этом сообщать, но нельзя. Москва, если сейчас согласится с этим, то тогда получается ход дальше ее. Трамп позвонил, Трамп предложил. Ну, он предложил не просто принять мирные планы, там, на разделительной полосе под международным мандатом какие-то войска разделительные, да? А, так сказать, он предложил дальше, давай встретимся, давай поговорим, давай как-то это решим в каком-то формате. Ну, скорее так, потому что, а что разговаривать просто так, а давай еще 10 раз поговорим. Ну, можно, но это бессмысленно. Но происходит ровно то, о чем я, собственно, и прогнозировал. Москва не собирается ни о чем договариваться, даже на тех абсолютно лояльных условиях, которые предлагает Трамп. Ну, с точки зрения Украины, не лояльных, конфликтных, но, тем не менее, для Путина максимально удобных, скажем так, с точки зрения Трампа. Не с точки зрения Украины, а с точки зрения Трампа. Я вполне допускаю, что он мог сказать, ну да, Крым ваш. Мог. Я допускаю, что он ведь и до этого как-то много раз говорил, что Крым, ну что, ну все, там, да, уж он теперь российский. То есть для него в этом нет ничего экзотического, да? Для украинцев это как нож по горлу. А для Трампа, ну что, ну они и держат этот Крым, что с ним делать? Понимаете? Но все остальное неприемлемо полностью. Если просто Крым признали юридически российским, да, от одно, а тут же ведь взамен требует прократить огонь, а может быть еще и действительно какую-то на 1300-километровую зону какие-то войска, представляете? Это значит не обстреливать, это значит соблюдай, это значит не убивай мирное население, это же они бинокли, это все видите, теперь уже не украинцы обвиняют россиян, а уже будут, знаете, не-не, а вот у нас тут все запротоколировано. Тут какие-то выбегали, а они вот по ним стреляют. Ну, то есть, ну как бы масса проблем, не говоря уже о том, что то, что придет, оно уже не уйдет. Если туда действительно под международный мандат, но ООНовским, разместят британские и американские войска, то вы же понимаете, что они больше никогда тут не уйдут. Нароют окоп, будут сидеть и так далее, хоть там в голубых касках, хоть в сербурмалиновых. Москва никогда на это не пойдет, это раз. Во-вторых, любое прекращение огня с невыходом на выполнение предварительных условий, которое Москва назвала, это означает, что предварительные условия относятся уже к непосредственным переговорам. А там договорятся, не договорятся, а огонь уже прекратили. А наступление уже в Донецке и Запорожске и других областях прекратилось. Ну, как бы, если соблюдать эти правила. Понятно, что их никто не собирается соблюдать со стороны Москвы, это точно. Но Украине деваться некуда, и куда, она же не наступает, что она наступает от Покровска на Авдеевку, что ли? Это уже нет. Тоже, когда говорят, ой, взаимное прекращение огня. Пусть Москва прекратит, она же наступает. Не Украина же. Если бы Украина к Москве шла и там говорила, вот что это Украина не соглашается остановиться. Ну, погодите, в одну сторону пока идет. Будет другую, будем обсуждать. Поэтому все делает со стороны Москвы, и даже в опровержении разговора очевидного, что он есть, они просто знают, что никто не опубликует этот разговор, скажет, что вы врете-то, вот же поговорили. И Трамп будет молчать, чтобы не сорвать переговоры. Потому что когда ты это активно отрицаешь, а штаб Трампа официально сделает заявление, да, мы с ним говорили 7 ноября, у нас все вот тут вот. Это же, о-о-о, так вы опять обнародуете, значит, конфиденциально. Мы же с вами договорились, что не разглашать. А что вы ее разгласили-то? Мы же договорились с вами помалкивать. Ну, в Москве же не было утечки о разговоре. Это вы. А тогда с вами вообще нельзя иметь дело. Ну, это вы сами виноваты. Это как в отношении, знаете, женщина обвиновать. И надо очки зарабатывать. Вот приблизительно вот так. Обесценение через это происходит. Вот. Поэтому Москва ведет как институт к себе, понимаете? Капризная такая, эмоционирующая. Я не обобщаю, не стоит делать выводов из этого далеко идущего. Поэтому на самом деле это игра, я повторяю, конечно. Но только игра Трампа направлена на то, чтобы результата добиться. А игра Москвы направлена на то, чтобы этот результат был в ее пользу путем несогласия. С условиями, которые ей выдвигаются. Потому что не достигается максимум, на который Москва рассчитывает. Вот говорят, что вы называете капитуляцией переговоры? Ну, то, что предлагает Москва, чистая капитуляция. И не надо на этот счет обманываться. Давайте называть венчисовыми. Это не значит, что Украина там, если подступили с ножом в горло, не согласится. Она может согласится, но она должна отдавать себе отчет, что это капитуляция. Понимаете? Это капитуляция однозначно. Потому что нет суверенитета, отторгнутой территории. И перспектива определенно туманная, что будет. И тут ведь еще что важно, я хочу сказать. В любом виде договоренности Москвы с Америкой, да, ну и как бы в ее лице, Киевом. Получается, что армия-то не разоружается. Там какие-то они хотят, ну ладно, в НАТО не вступать 20 лет в мораторий. Но так там заменяется на помощь Украине со стороны уже США и так далее напрямую. И это обуславливается условиями перемирия, понимаете? То есть опять не достигается вот эта пресловутая цель демилитаризации. Она же не достигается. Она в Москве отказывается от демилитаризации. Вот говорить о том, что Москва что-то там не понимает, не искушенно, что ее можно обвести вокруг пальца, давайте не будем себя обманывать. Москву вот так не обвести. Почему? Потому что на словах вы ее не обрежете, не обойдете, не будет так. Обойти Москву, заставить ее делать хоть что-то. Может только под давлением, кулачищем, понимаете? А без этого ничего не будет. А Трамп хочет вроде как на авторитете, на понтах подойти и сказать, мы такая Америка, мы вот можем все и так далее. Причем началась еще и параллельно перпендикулярная игра администрации Байдена. Они специально бросили информацию, ой, вот тут нас уговаривают все-таки дать разрешение вглубь территории России ударить. Стормер и Макрон об этом просят. Ну, понятно, что, давайте начнем, а там, глядишь, там начнет заваруха такая, посмотрим, что будет из этого. Может быть и так. Может такое быть, но я вот не верю, я считаю, что на это Байден не пойдет, но игра эта тоже будет. Сейчас вокруг всей вот этой темы очень много игры. В реальности нет ничего. Еще раз подчеркиваю, потому что люди не понимают и ведут, ой, скорее бы война остановилась. Она так не остановится. Вот нужно понять, что Москва своих целей не добилась. Если она пойдет на вот это прекращение огня без вот тех предварительных условий, которые названы были в канун саммита мира, о которых мы уже 10 раз повторяли эти три условия, отказ от санкций, соответственно, внеблоковый статус Украины и четыре области административных границ, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская. То цели не достигнуты. А они сказали, любое соглашение в пользу Москвы при условии достижения целей СВО. То есть соглашение должно быть заложено в цели СВО. Демилитаризация, деноцификация, территориальное приобретение. Ну, такая, они это называют на земле ситуация, да, или там, как они, геополитические реалии называют. Красные линии называют. Вот. Ну, все, раз цель не достигнуты, они какие-то говорятся. Им такие-то говорятся не нужны. Они могли сто раз уже до этого говорить. Им это предлагали миллион раз. Им предлагали. Украина, оставшиеся 80% уходят, 20%. Это предлагалось. Администрация Байдена это сто раз предлагала. Они сказали, нет. Почему Трамп считает, что вот он предложит, а ему скажут да. Он же это паразитировал на это. Ну, я сейчас без всякой критики к Трампу. Он действительно в ходе предвыборной теории говорил. Это вот я скажу, и все будут в 24 часа. Но это популизм, да? Самое худшее, что может быть, это популизм, который он продал. Он продал удачно. Он отличный продавец. Я вот помните, вам приводил пример из фильма «Волкс Уолстри». Купи у меня ручку. Он говорит, дай мне автограф. Говорит, ручку дай. А правда, купи. Вот, у меня ручку, мне автограф дай. Понимаете, он отлично продал все избирателям. И, наверное, в области, которой он управляет, хоть цены на нефть, хотя они тоже опосредственно на это влияют, хоть, не знаю, на биткоины, хоть во внутренней политике, хоть Обама-Керр, еще что угодно, он может это решить. А, простите, на Путина влиять так невозможно. Потому что он хочет повлиять не силой. Если бы он сказал, слушай, давайте так, я вот сразу им сейчас томогавки дам. Вот они в секретном плане, секретной его части попросили в плане победы этих томогавков. Вот мы сейчас их начинаем уже передавать. Но выстрелят они, только если мы не договоримся с тобой. А он как говорит? Вот мы с тобой договоримся. А вот если мы не договоримся, ну тогда мы что дадим? Да нет, дураки, дайте сначала томогавки и скажите, а выстрелят они, только если мы не договоримся. Как ты что, ты нормальный? Скажешь, Донни, Донни, Донни. Они же этими томогавками сразу Огорева нового, там это, Бочаров ручить. Ты дурак, что ли, Донни? Ну а как? Ну я же тебе предупреждал, что я псих ненормальный. А мы бомбы, ну да, и мы бомбы. Вот как надо разговаривать-то. Сначала дай, покажи, что ты угрожаешь не просто так, не торгуешь воздухом, ты реально собираешься это делать. И палец уже на кнопке. Вот все, вот. Или мы с тобой сейчас подписываем, ну или я умываю руки, это ты уже разбирайся с украинцами. Тогда уже другая игра уже начинается. А здесь только, ой, ну если вы вот не договоритесь, так страшно все будет, вот так будет страшно. Они говорят, а нам не страшно, вы этого не сделаете. И они этого не делают. Ну так а чего, кого вы пугаете-то? Надо не пугать, надо делать. А потом уже разговаривать. А они наоборот разговаривают и грозят, что сделают. Не надо грозить, надо делать. А потом уже, да. Потом уже все остальное. Я хотела бы напомнить, когда вы говорите про реалии на земле, сегодня 11 ноября, это очень знаковый день в новой истории нашей страны, потому что два года назад был освобожден Херсон. Херсон, который до сих пор записан в Конституции Российской Федерации как исконно русская, новоприобретенная территория. Поэтому всем тем, кто очень любит цитировать, смотреть, читать, дайте заголовки, Украина проигрывает, ничего не осталось, сдавайтесь, до свидания. Вспомните о том, как сложно нам было в 22-м году. У нас не было и половины от того, что есть на сегодняшний день. И тем не менее, нам удалось сделать немыслимое. Нравится ли нам, что позвонил Трамп Путину? Конечно, нет. Но с другой стороны, почему бы раньше времени он не начал разочаровываться в своем плане и не понял действительно еще раз, что Путин упоротый. Но этот Трамп, он, Марк, только пришел. Он обещал вот этот его популизм. И как бы было бы, наверное, странно, чтобы он не попытался настроить эти мосты. Другое дело, это канцлер Германии Олаф Шольц, который неоднократно заявлял о том, что он хотел бы позвонить Путину. Но сейчас, мне кажется, особенно после этого звонка Трампа, он как никогда стал серьезен. Шольц собирается вскоре провести первые переговоры с Путиным. Он сам об этом сказал публично. И, конечно, значит, там в центре вопроса будет Украина. При том, что сам Путин, он ни во что не ставит Шольца. Это не Ангела Меркель. Он не ставит никого, нету ровник, как ему кажется, никого в Европейском Союзе. Если еще там Трамп кое-как, то Европа нет. Понимаете ли вы, а что, какую цель ставит перед собой Олаф Шольц? На этом он не наберет очки, у него все очень плохо в ситуации немецкой политики. Так для чего ему говорить с тем, кто его опустит, откажет, не возьмет трубу? Точно так. Ну, та же ситуация. Вот если Шольц сказал публично о том, что решение о Таурусах принято, вагоны опломбированы, Таурусы поехали. Но выстрелят они, только если мы поговорим. Ну, отрицательно поговорим. Но Таурусы поехали. Мы приняли это решение. Мучительное, но мы его приняли. Да, Таурусы там уже в Украине. Все теперь зависит от того, как мы договоримся. Договоримся, Таурусы не летят. Не договоримся, Таурусы взлетают. Как это? У Нео, значит, выбирай, красное или зеленое. Таблетки. Мя-мя-мя. И поехал туда. Бл-бл-бл. По матрице полетел. Так и тут. А так можно трубку не брать, это же ничем не грозит. Трольц проигрывает. Выбрал он их в любом случае проиграет. Но их можно проиграть, красиво уйдя. Вот Байден, как бы мы к нему не относились, хотя он много хорошего сделал, на первом этапе особенно. Уходит пока обыдавшись. Ну, жаль, конечно, печально это осознавать, но не принято ни одного из решений, причем обещанных, по большей части, так или иначе. Ну и Шольц делает то же самое, понимаете? То же самое. Он что, вымаливать эти должны переговоры? Ведь Анна Лена Бербокова, министр иностранных дел, в коалиции она представляет зеленых, вы знаете, она министр иностранных дел, она же сказала, он же пытался, а Кремль отказался. Так ты что, ломишься второй раз в закрытой дверь, что ли? Так вы меня спросите, вы меня спросите, как это сделать? Повторяю, поставьте Таурусы, Таурусы поставьте, ну, какой-то десяток ракет, причем с нацеливанием туда, куда надо, туда, где поднимают трубки. И уже заявляйте. Либо мы сейчас договоримся, либо еще в следующую партию Таурусов поедем. Выбирай, красная или зеленая. Тогда, поверьте мне, разговор будет. Абсолютно точно будет. Трубку поднимут, поговорят, скажут, ну, так же нельзя, вы что, опять фашистский сапог топчет русскую землю, точнее его, значит, пороховые бочонки, которые летят там в этих фюзеляжах ракет. Ну, вы что, так же нельзя? Может быть. Ну, для этого надо договориться. А если нет, то нет. Только с позиции силы, только кулаком по зубам. Все остальное не работает. И не будет работать никогда. Понимаете? Чего они не возьмут меня в советнику, я бы просил бы немного денег, кстати. Они мне не помешают. Вот. Все остальное не будет. А что ему поднимать? Какой мотив ему поднимать трубку? Вот он с Трампом, видите, игру ведет. А что ему вести ее и Шольцем? Какой в этом цимикс? Что с этого получить? Не будет ничего. В лучшем случае будет какой-то ритуальный «А, привет, как там? Брецели жрешь там, пиво пьешь?» Ну, нормально. Вот как он разговаривает с европейскими политиками. Он ими пренебрегает. Пренебрегает. Ну, откровенно пренебрегает. Поэтому у Шольца человек-то, в общем, идейный. Я не могу ему отказать в идейности, Шольца. Он же на митингах я видел, как отставил Украину. Но надо не говорить, надо делать. Делать надо, понимаете? А делать это, прежде всего, деньги и оружие. Я хочу вам сказать, что в Германии очень острая проблема с почти миллионом, с лишним миллион двести украинских беженцев. Она реально тяжелая. И социальная, и финансовая, и гуманитарная. Она непростая. Очень много беженцев, очень много денег тратится и так далее. Они тут тоже на пределе, вот, Германии. И поэтому они тоже хотят быстрее войну, как бы, закончить для того, чтобы иметь возможность начать какую-то программу по переселению, давать деньги, еще что-то. Ну, и то, знаете, уедет мало, кстати, украинцев. Многие останутся. Но смысл здесь в следующем, что если вы хотите его прям поджимать, прессовать Путина, вы не сможете это делать, если не возникнет силовой элемент внутри этого давления. Вот это компонента. Без нее Путин разговаривать, что-то решать не будет. Все. Да, это, по сути, слова, которые неоднократно повторял президент Зеленский. Сейчас он снова повторил, что без силы у дипломатии нет никакой перспективы. То есть, по сути, мы фиксируем точку, что если у нас и будут переговоры при участии президента Трампа, каких-то сторон, то они состоятся, ну, ясно, что после 20 января, когда он уже вступит в свою должность. И на них, конечно, придется искать какую-то точку опоры, вокруг линии фронта. То есть, ясно, что вряд ли я себе могу представить, что Дональд Трамп, он выходит за пределы линии фронта и идет по плану военного преступника Путина. Значит, там 4 региона и все остальное. Нет, его спустят на землю. А это означает, Марк, что, скорее всего, следующие 2-3 месяца они будут очень важны. Все, что до этого, это было сложно. Но сейчас, скорее всего, Путин пойдет в Абанк, потому что, и вы знаете, сегодня одну дамбу подорвали. Сейчас смотрю, что предупреждают, что готовятся подорвать к запорожской области, плюс готовятся группировки, нужно взять максимум, чтобы показать свою силу. И нам в то же время, конечно же, нужно показывать свои сильные стороны этой Курской области, не только, но при этом без помощи. Да, вы всегда топите за тамагавки. Да, мы очень просили Таурусы. Но мы реалистичны, что этого нету на данный момент. А как бы могла по-другому выглядеть вот эта сила, которая придает еще больше увесистости, делает дипломатией. Да, вот как бы Украина могла сесть с точки зрения сильной позиции за стол переговоров? Это освобождение территории, это захват больше территорий Российской Федерации. Что говорило бы о нас громче? Ну, мы понимаем, что это, конечно, вопрос военного успеха. Конечно. Мы понимаем честно, что Украина в нынешней ситуации это комбинация из проблем с живой силой, с мобилизованными, там действительно есть проблема почти со 120 тысячами нехватки, есть проблема с вооружением, есть проблема с суболью, все это есть. И, собственно, с дефицитом необходимо вооружение. Кстати, еще раз хочу сказать, вот кто-то, дать Тауруши, дать там, мы идем в Томагавке. Погодите, ну, только в России такие же средства есть, она их использует, баллистические ракеты, с такой дальностью, все эти кинжалы, еще остальное, по территории Украины. Мы даже не говорим о каких-то сверхсредствах, которые там выходят за предел конвенциональных. Мы даже это не обсуждаем. Мы просто говорим о паритете. Я уже много раз говорил. Да, у Украины не хватает и этих средств для того, чтобы военного успеха достигнуть. Что можно сделать? Ну, в данной ситуации диапазон невелик. Невелик, будем честны. Если вы спросите какой-то совершенно фантастический, который не избыточный план, ну, если бы Путин умер бы сейчас или был убит, ракетой, то да. Но мы крайности давайте возьмем. А тот минимум, который можно сделать? Да, я думаю, что если бы какой-то новый прорыв, схожий с августовским ударом по Курской области, произошел, и даже не могу судить, где, потому что это уже военный вопрос, наверное, это смешало бы карты на какое-то время, не до конца. Вот Цирский сегодня сказал, знаете, там, говорит, Курская операция, она как минимум дала возможность оттянуть силу почти 50 тысяч фронтов, где, собственно, идет и так наступление. Оно бы все равно бы шло, но эти 50 тысяч наступали бы где-то на Торец, на Покровск, да, от Углидара на других участках, Курахово, мы сейчас обсуждаем дамбу и так далее. Но сложно не согласиться-то. Я слышал просто голоса и в украинских пабликах о том, что это была авантюра, туда 25 тысяч бросили, но так соотношение там минимум один к двум, а вообще-то реально больше. Реально больше. Один к трём. То есть треть сдерживает три третих, понимаете? Опять же, пусть военные судят об этом. Это всё всегда легко, знаете, с диванов осуждать. А на самом-то деле, в общем, логика есть. Плюс я в том, в чём я действительно разбираюсь, я не лезу в военные вопросы, но то, в чём я реально разбираюсь политически, фактор Курской области свою роль сыграл. Ещё неизвестно, чего бы было бы. Это всё-таки территория России и было показано, что линия фронта может изгибаться как внутрь, конечно, в Украину, где она проходит почти на тысячу с лишним километров, но может и изгибаться внутрь России, понимаете? И достаточно глубоко, если были достаточные средства. Чтобы реализовать этот план минимум, конечно, нужно решимость Запада союзников, потому что Украина и так на пределе сил. Она не может сейчас взять и создать собственный тамагавк, но нет такой возможности. И так все заводы под землей, насколько я понимаю, и всё это на пределе возможностей. Значит, должны помочь союзники. Да, мы должны честно констатировать, Украина в военном плане, она не самодостаточна, она не может одна противостоять Москве. Но так это было ясно с самого начала. Так очевидно. Нет, а с той стороны даже Москва, которая казалось должна быть самодостаточной и то использовать не только за вооружение союзников, я имею в виду иранские, северокорейские и возможно еще какие-то. Но она еще и привлекает военнослужащих северокорейских. Ну ничего себе. А с этой стороны обсуждает, а можно вот Украине дать какие-то средства? это же глупость. Ну это реально глупость. Любой военный, западный, он может не публично, поскольку ограничен возможности комментировать, но между собой-то они же все же обсуждают. Конечно, надо было сдать. Конечно, обсуждают. Они же военные, они же исходят из паритета, который достигается именно вот этими усилиями. Да, это такая ситуация, при которой, вот отвечая на ваш вопрос, это можно сделать только с помощью союзников. Без них каких-то иных средств у Украины нет. Но остается последний такой же фантастический вариант, о чем я сказал, это создать атомную бомбу. Ну, я называю атомной бомбой, сейчас это бомба, это ядерное оружие, выразим, звучит может инфернально, но еще раз повторяю, если вопрос станет о существовании Украины как таковой, что вот Украина не станет, то на эти весы можно вот с одной стороны бросить существование Украины, а с другой. Вот этот вопрос. Я думаю, что это то последнее, что можно будет сделать. Неспрямо на то, что Дональд Трамп и многие, кто его послушал, поверили в этот популизм, потому что войну можно закончить долго, мы готовимся наоборот, Марк, потому что эта война будет затяжная, ну, по крайней мере, еще на год точно. Да, если слушать Виталия Портникова, который бывает часто гостем ваших эфиров, то это могут быть и десятилетия, разве что они там дробятся на какие-то периоды. И здесь, как вы говорите, без союзников, у нас не союзники, у нас партнеры, обойтись невозможно. И Америка, конечно же, это первая скрипка. Но ни одной нету, ни одного хорошего заявления, ни одной новости, которая бы я там сегодня пришла к вам, к нашим зрителям, и вот мы ее обсуждали. Нет, одна хуже другой. И, например, спикер Джонсон, с которым, видимо, давно не говорил господь Борн, говорит о том, что Конгресс, в принципе, против нового пакета помощи для Украины. То есть, по сути, речь идет про следующий 25-й год. На 24-й это то, что нам обещают оставшиеся 6 миллиардов, которые тоже растягиваются во времени. Там, кстати, очень хитро продумано есть долгосрочные контракты, поэтому и в 25-м часть потраченных денег будет реализована. Но в целом чего-то нового, большого, что мы с вами наблюдали с начала этого года, этого не будет. Как вы считаете, можно ли переломить тренд, который на сегодняшний день не в нашу пользу? Посты сына Трампа, Илон Маск со своими гнусными просто там твитами и все остальное. Это изменится, когда будет сбита первая спесь? Или это то, с чем нам придется жить и работать в следующие 4 года? Я думаю, что касается конкретно спикера Джонсона, он отражает, безусловно, позицию Трампа. Они близки, он выступал, кстати, на его предварном митинге победном, когда уже после выборов были оглушены результаты. Безусловно, этот человек с Трампом связан под Трампом, находящийся, а тем более теперь, когда тот стал президентом. И, скорее всего, это способ такого бинарного давления. Трамп работает с Путиным, ну а тут Трамп же не отказывает в вооружениях, которые может получить Украину. Просто Конгресс не хочет выделять. Это то самое условие, которое звучало, о том, что если Украина не пойдет на переговоры, то помощь прекратится. Ну вот они показывают, что да, вы знаете, Конгресс проголосовал, мы-то что? А Конгресс не дает. Вот что делать? То есть снятие с себя ответственности в определенном смысле. Как собьется спесь? А очень просто. Как только Путин откажется, то, наверное, это будет комментироваться и особенно оппонентами Трампа в США, не только демократической партии, это самой элитой, которой он чехосит и в хвост и в гриво, они скажут, ну что? Наелся? Тебе показали? С кем ты имеешь дело? Может он в душе это и понимал, что с Путиным может быть не так все просто-то и будет. Но когда это будет уже публично и когда нельзя будет сказать, это Байден виноват. Это Харрис виноват. Это не я. Но здесь же так не сработает. Кто-то скажет, а он забьет и скажет, да и валий все правду, я изоляционист, пусть там Украина пропаде на пропаду. Он так не может. Он же так не может. Во-первых, он взял на себя слово, что он все войны прекратит, что он вот такой мощный, что он может это сделать. Окей. Окей. Ну иди тогда договаривайся. Второе. Но понимаете, какая штука? Если Путин побеждает, то вот все вот его замыслы там о низкой цене на нефть, какие-то там варианты давления на Иран, о чем декларируется, да. На Ближнем Востоке, казалось бы, не в Украине. План Авраама. Украшение Китая его сдерживало. А как ты его сдержишь, если успех на восточном направлении, восточноевропейском, у Москвы. А она, ну, не союзник, не партнер, ну, я не знаю, такой нижний партнер, нижний, нижний, как я читал, я эти нижние какие-то там, вот, у Китая. Но тем не менее, что ты, а как ты, это все в комплексе, только дурак не может понимать взаимосвязи этих явлений. А как он реализует вот эту глобальную программу, значит, сдерживания Китая за счет этого, возобновления производства в Соединенных Штатах, если Китай будет расти за счет, в том числе, и геополитически, и геостратегически, за счет того, что Москва продемонстрирует, что она может, вообще-то говоря, союзника США, Украину поглотить, так почему же Тайвань не поглотит? И что вы сделаете? А Северная Корея? А Южная? А там все. А Иран? А все остальное? Ну так, извините. Это все взаимосвязано. И взаимосвязано и с внутренними проблемами Соединенных Штатов в том числе. Трамп еще не зашел на должность. А когда он зайдет, критика, его будет, испепеляющей. Байдену не снилось его деменцией и медленными движениями. Какой будет испепеляющей его критика и вынос его, значит, американской прессой, американским эстеблишментом, демократами в Конгрессе и частью республиканцев, которые скажут, ну вот, как мы и говорили. Поэтому Трамп должен оправдать ожидания, понимаете? А оправдать их можно только одним единственным способом. Суметь Россию заставить пойти на те необходимые уступки для того, чтобы поспособствовать, чтобы они поспособствовали и прекращения войны. Поэтому, на самом деле, цена повышается. Одно дело, знаете, не выполнить обещания, когда там, я знаю, там, общественные нужники не помыть. А другое дело в условиях войны. Очень легко раздавать обещания, которые, ну, в принципе, зависят от тебя. А ты раздал обещания, которые зависят от Путина, от его доброй воли. Ну, слушайте, ну, это ж политика, вещь циничная, предельно резкая, жесткая. Здесь сантиментов нет. Сначала ты внизу критикуешь Байден и и все, значит, его администрацию, а теперь они будут критиковать. И бог знает, как общественное мнение повернется. Поэтому вот это тот вопрос, который не позволит Трампу уйти в сторону. От войны в сторону не уйдешь, а она гонит. Так это устроено. Мы с вами как раз в субботу говорили о идее фикса Дональда Трампа оторвать Россию от Китая и, значит, если Россия победит Украину, как он ее оторвет тогда? Расскажите мне, пожалуйста. Мне кажется, что и даже если не победит, то все равно нет. И просто... Это не так, но если ты сдаешь Украину, как ты оторвешь Россию тогда от Китая? Ты ее, наоборот, прикрутишь вместе с Украиной к Китаю. Что Китаю тогда ее отрывать от себя? С чего бы это? Нормально, они победили. На саму мифическую эту теорию ответ нашелся сегодня. Там какие-то новые встречи в рамках стратегического партнерства, притом это растягивается на несколько дней. И я уверена, что Шейгу, который туда полетел вместе там со своими китайскими товарищами и партнерами, они, конечно, будут долго ухахакиваться от самой идеи того, что вот этот тандем, эту ось зла можно разбить. Но это еще один там такой посыл в копилку Дональда Трампа, что нужно иметь и план Б. Очень часто обвиняют Украину, что мы не просчитываем что-то на несколько шагов. Мы посмотрим, паузу для того, чтобы напомнить вам, не забывайте оставлять свой лайк, обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Feigin Live, YouTube-канал Курбанова Live. Ну и, конечно, все ваши комментарии. У нас собираются и демократы, и республиканцы, и те, кто там за одну команду, за другую. Высказывайте свое мнение, конечно же, делитесь своими оценками. Для нас это тоже всегда очень важно. Вы, Марк, уже вспомнили о том, что действительно есть такая инициатива президента Франции и премьер-министра Британии значит надавить еще на Джо Байдена. Но дело в том, что по таким внутренним неписанным законам уходящая администрация она только передает дела. Все эти вот надежды сейчас Украину позовут в НАТО, дадут все, что не дали, разрешат все, что не разрешили. Это так оно не работает в Америке, даже если это исконные враги, демократы, республиканцы. Нет, это тот срок, тот термин, когда уже передаются дела. Не зря Джо Байден пригласил уже Дональда Трампа к себе в резиденцию. Тем не менее, есть и своя альтернатива. The Times написали о том, что Польша хочет создать альянс с Великобританией, чтобы защитить Украину, когда, собственно, Дональд Трамп уже вернется в Белый дом. То есть ясно, что речь идет в том числе и о военном сотрудничестве. Вообще, самые умные из умных украинцев, они обычно говорят, что что-то до НАТО должно быть промежуточным. Какой-то такой союз, во-первых, с нашими ближайшими соседями, это Румыния, это Польша, это страны Балтии, это, конечно, Британия, ну и в том числе обратить внимание на скандинавские страны за счет разной помощи, разных технологий Черноморского региона и не только. Как вам вот такая история с тем, что вдруг действительно получится и будет другой зонтик? Да, он будет меньше, да, он может быть будет не таким мощным, за счет того, что Польша, она скорее потребитель, чем производитель, Великобритания имеет свое оружие, но тем не менее, имеет ли право на существование такая альтернатива? Посмотрите, я это вот все слышал еще при Джонсоне, а того уже Реши Сунак сместил значит, на посту главы правительства от консерваторов. Сейчас Тармер, значит, от Леви Борисов. Это обсуждается уже, ну, я боюсь соврать, но минимум год. Не, больше. То есть все не быстро? Ну, до такой степени в условиях войны не быстро, но это ту матч, это через чок, понимаете? Да, конечно бы, это было бы полезно, конечно бы, горизонтальные эти союзы, они бы сильно поспособствовали нарастанию милитаризации, которая полезна, милитаризация, которая на разных уровнях, от Европейской армии до Новой Антанты, до, значит, блокового пояса, который бы окружал Россию, там, с участием Польши, стран Балтии, все хорошо, но опять все падает в слова, в обещания, в договоренности, в призывы, нету реальных дел, понимаете? Нету реальных шагов, которые бы имели материализацию. Вот это проблема, потому что, ну, я повторяю, идей по такому поводу может быть сколько угодно. Да, это было бы полезно. Почему? Потому что здесь вовлекают страны и восточного блока бывшего, и стран бывшего СССР, что очень важно, потому что, когда договариваются Германия, Британия и Франция, все хорошо, но только там сапог восточного варвара не гулял по этим пространствам, понимаете? Ну, мы сейчас Вторую войну мировую не берем, хотя отчасти, может быть, но в период Холодной войны им это не грозило, а в период Холодной войны те же страны Балтии находились в тюрьме СССР, понимаете? Они-то знают, что там бывает, да? Им не надо рассказывать, и Польша, в принципе, приблизительно знают, что из себя советский концлагерь представляет, и поэтому желания особого, значит, испытать это вновь у них нет, поэтому они заинтересованы, страна, все остальные сочувствующие, а разница между сочувствующим и заинтересованным, ну, пропасть, на самом деле, в таких условиях, условиях войны, а что надо сделать, ну, простите, а что надо сделать, Британия, ядерная держава, у нее свой достаточно приличный арсенал ядерного оружия, достаточно современного, достаточно эффективного, носители есть для него, мы же видели, но так давайте, решайте вопрос с размещением ядерного оружия на территории Польши, напротив Польши находится Беларусь, где ядерное оружие разместила Россия, ну, так погодите, вы что обсуждаете, просто, значит, этих, мотоциклистов с пулеметами, как у, помните, в мастерном алгоритме Иван Бездомный, говорит, вы ссылайте мотоциклисты с пулеметчиками, значит, ну, и что, вот как они себе представляют вот этот союз, который должен помочь Украине, должны быть самые крайние меры приняты, сейчас не та ситуация, когда можно сидеть и годами рассуждать, а как бы было бы хорошо создать вот такой еще союз, не, давайте вот еще вот такой союз создадим, ну, вы хоть что-нибудь создайте, или вы будете так в болтовне тонуть все будет, ну, вот, вы говорите, не быстро, а какие сроки разумные, разумные, для этого должны существовать, ну, месяц, ну, два, ну, полгода, а потом, вот те инициативы, которые без того были, а вы заметили, как они ушли в тень, тот же Рамштайн, ну, такое вдохновение было, такие разговоры, а Лендлис? Ну, по идее, Рамштайн вроде как еще один должен быть. Вроде как, да, но что-то мы от него решений относительно вот всего, что мы с вами обсуждаем, относительно поставок дополнительных вооружений, ударов вглубь территории России, решений и соответствующих средств для обеспечивающих это решение, мы что-то не видели, то есть Рамштайн был как бы игрушкой в руках Байдена, Байдена нет и нет Рамштайна, а Трампу, он не нужен Рамштайн, а зачем ему Рамштайн? Ну, будет какой-то там Рамштайн. А помните, в ноябре, говори, проведут конференцию мира, она где-нибудь есть? Про нее разговорки какие-то есть, с учетом всего, что происходит? Я имею в виду по формуле мира Зеленского, то, что прошла под Люцерном. И таких инициатив далеко не одна, где они все? А мы хотим, замативаясь, не то, что там какой-то мирный конференц, а на то, чтобы создать вот еще один военный блок, поясной, вокруг России, и вокруг фронта в Украине. Но для этого нужны какие-то действия вчера, что там сегодня, что там завтра. Да, это было бы полезно, да, и это могло бы стать прообразом будущей европейской армии, могло бы. Реальности и инициативы те, кто прижаты очень близко к фронту. А тот же Макрон инициатива о появлении контингентов европейских армий в феврале месяце он об этом говорил на территории Украины. А это где инициатива? Что, ушла в тень? На периферию? С повестки ушла? Ну, так я же поэтому и говорю, что обсуждать можно все, что угодно. Вы одну инициативу реализуете, не надо что, одну хотя бы какую-нибудь реализуйте, чтобы можно сказать, ну, вот смотрите, вот мы болтали-болтали, но вот это сделали. А пока это только болтовня. Пока здесь за этим ничего не стоит. Ни во что не конвертируется, ни во что не материализуется. Поэтому сама по себе, да, это полезно, это важно. И я считаю, причем брать прям по дусты самую резкую форму. Размещение ядерного оружия, авиационных баз, размещение авиационных групп дополнительных, помимо НАТОвских, вот такого союза. Ракетные разного рода базы с площадками, пусковыми и другими. Да, это бы произвело впечатление. Вы спросите, произвело бы на московском впечатление? Конечно, произвело бы. Конечно. Естественно. И это имеет и политический рычаг давления, но и военный, и комбинационный. Но этого ничего нет. Все тонет в словах. К сожалению, вот ситуация пока такая. Да, если вы вспомните документы в НАТОвский статут, то там, в принципе, они берут 20-30-дневный период, если на одну из страны нападают, для того, чтобы провести консультацию. То есть они сами прописали всю эту бюрократию очень неспешную, очень размеренную, наверное, не веря, что им когда-нибудь это все пригодится. Но, тем не менее, факт остается фактом, что война продолжается на европейском континенте, и интересно, действительно, смогут ли они перестроиться в свете того, что в Америке меняется элита. Я как раз американской внутренней жизнью хотела бы, Марк, закончить сегодня и проверить еще раз вашу, вашу способность предвидеть некие будущие последствия. Вы знаете, что очень много сейчас заявлений на круизы, которые запускаются на 4 года для всех тех, кто хочет не заметить президентство Трампа. Дочь сына Илона Маска, которая, значит, там говорит, что тоже уедет из СНС в Америке. Разные акции, которые запланированы. Женщины, которые надевают браслеты для того, чтобы показать, что они не голосовали за Трампа. Но и в целом некая такая истерия. Первый пост Дональда Трампа, где он спрашивает, нужно ли школы убрать ЛГБТ-флаги, БЛМ-флаги, Мил Гибсон, который поддерживает. В общем, все то, что они, как правило, республиканцы, они именно республиканцы, называют леватским движением, то, что поддерживали демократы, то, что они действительно взращивали. Вот есть большое опасение, что этого всего не будет. Я напомню, что даже в Голливуде есть правило, прям узаконенное, кто и как должен сниматься в фильме. Количество темнокожих, трансгендеры, расы и все остальное. Вот настолько они перегнулись этими свободами, что значит, чтобы никто себя не чувствовал ограниченным. Так вот, как вы считаете, это тоже популизм останется популизмом? Или это история того, что Трамп такой, и он действительно будет привносить, простите на слове, американские скрепы? Ну, я думаю, что-то они реализуют. Просто вот все, что вы говорите, особенно на школах, это прерогатива штата. Там федеральные программы ограничивают много чего по этой части. Там и с абортами далеко не все вот так, как продекларировано, потому что от штата к штату будет разниться эта политика. Ты пойди в Калифорнии, добейся того же, что можно сделать во Флориде или в Техасе. То есть там реальный федерализм. То есть штаты как маленькие государства. Вообще, я сказал бы, что федеративное устройство Соединенных Штатов, оно так имеет налет конфедеративности. Сохранило его с момента гражданской войны. Потому что же было конфедераты и сторонники федерации и так далее. Много линии противостояния-то было на самом деле. Я думаю, что да, политика вот это от школы до позитивной дискриминации и вообще этих квот, она претерпит существенные изменения. Будет попытка ее действительно серьезно подвинуть. Знаете, дело не в том, что плохо или это хорошо. Я-то сам вообще консервативных взглядов придерживаюсь. Хотя, честно говоря, мне абсолютно фиолетово. Кто там, чего, куда. Всегда есть выбор, в конце концов, в частную школу отдал в частную школу и там этого ничего нет. А в публичных школах там в одном штате так, в другом эдак. Переехал в другой штат, там вообще даже рядом ничего нет. В Техасе ничего этого нет. Там это ломится в открытую дверь, чтобы бороться с трансгендерным или другим влиянием и тому подобным где-то в других. Не нравится, просто снялся и уехал. Причем, повторяю, в рамках одной страны. Один штат, другой штат. Это, кстати, имеет материальное выражение. Из Калифорнии очень много уходит производства, вообще говоря, компаний. Там сложности и налоговые, и другие, в том числе и связанные с вот этой политикой свобода вот такого рода эмансипациями. Поэтому, на самом деле, мне кажется, вот что бы там ни говорилось, это не самое главное. Правда, не самое главное. Вот Америка, она же проголосовала, а она большинством проголосовала за Трамп. Кстати, Трамп получил те же голоса, что и на прошлых выборах получил в борьбе с Байденом. Да. Миллион. А вот на 10 миллионов Байден получил больше, чем нынче Хамала Харрис. Она 66 получила. А там, по-моему, 76 получила. Чуть меньше. Байден. Странный вопрос, да? Куда они делись, эти голоса? По-видимому, либо Америка иначе среагировала, да? Либо, ну, демократы не пришли, не проголосовали. Тоже по каким-то причинам. То есть, это еще время для анализа. И, возможно, поражение демократов в том числе вызвано было, что Америка, в принципе, не приняла этот прогрессивистский, левоориентированный путь развития. Просто не принимает. Его загибами в левоту уже крайнюю, абсолютно, которая еще и доминирует, понимаете? Ну, не принимает. Это большинство, я не говорю, все они, большинство не принимает. Но парадокс заключается Америки в том, что в ней можно оставаться, живя где-нибудь в Калифорнии или в пенсиональной, ну, пенсиональной в меньшей степени, ну, в Нью-Йорке там, условно, да? И этого ничего не видеть и не чувствовать. Ты будешь оставаться в той же Америке, которая была что при Байдене, что могла быть при Камале Харрис и так далее. Она так устроена, понимаете? И там останутся школы, где вот это вот все, что вы перечислили, останется вне зависимости от того, какие указания дает федеральная власть. Не ее сфера компетенции. Вот в чем все дело. Поэтому я бы, честно говоря, даже и не акцентировал на этом внимание. Ты можешь в Америке хоть обходиться с этим браслетом. Тем все равно. Что ты не голосовал за Трампа, всем все равно. Ну, как бы его избрали. И самое, знаете, главное, почему все равно? Потому что через 4 года будет другой президент. В этом все особенности. Это в России. Ходи с браслетом хоть на ноге, какая разница, там нет выборов и никогда их не было. Вообще никогда. Никогда никого не выбирали. Понимаете? Там только дворовых депутатов выбирали. А с уровня там президента, не было свободных выборов. Они когда-то свободными не были. А в Америке они все равно. Как бы мы ни говорили. Я вот помню, кричали, ой, Трампа так зажимают. Его вот преследуют по судам и так далее. Да, один раз стал президентом. Второй раз стал президентом. Диктатура, да, демократов, которые такие звери, которые не пускают вот честного Трампа до президентского поста. Что, серьезно, что ли? Что, правда? Как написано, выкользясь, и пройдет и это. Пусть потерпит. Да, я другое вспомнила. Это максимально всегда относилось к Америке, потом начала относиться и ко всему миру, и к нам. Но, кажется, к Америке это снова бумеранга возвращается, что freedom is not free. Поэтому мы посмотрим, какой смысл новый приобретет. Это давно известная, хорошо известная фраза. Друзья, на этом мы будем заканчивать. Вы не забывайте нас поддерживать. Это всегда одинаково работает. Работаем мы в прямом эфире, или будете вы нас смотреть уже в записи. Не забывайте оставлять нам лайк. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Feigin Live, YouTube-канал Курбанова Live. Ну и, конечно, все ваши комментарии, все ваши пожелания, оценки, мысли это все то, что всегда приветствуется. Ну и, конечно, не забывайте о том, что мы для вас работаем много-много раз в неделю. В следующий раз мы в таком формате встречаемся в четверг, и у меня нет никакого сомнения, что соберется снова много важных и интересных новостей и событий. Будьте с нами. Марка, вам спасибо большое за этот час и до встречи в четверг. Спасибо всем, кто был, и спасибо Алене. До свидания. Спасибо.